В 1797 году Джон Томас Смит придумал такое вот правило 3-3 и сегодня я вам покажу, как им пользоваться в презентациях. Для того, чтобы с ними разобраться, нужно, во-первых, узнать, как показать направляющие. В PowerPoint это заходим в руководство статические направляющие. Они видны только в режиме редактирования. Если мы посмотрим слайд в режиме просмотра, их не видно. И то же самое в программе Keynote. Есть точно такие же направляющие, которые видны в режиме редактирования, но не видны в режиме просмотра. В Keynote ими пользоваться еще проще. Просто вытягиваем из линейчика эти линии и, ориентируясь на проценты, ставим 33 и потом 66. Вот мы поделили слайд. В режиме просмотра их не видно. Итак, простой пример. Берем фотографию. Вот у нас, например, лошадки на водопое. Нам нужно сделать из этого слайд. Может быть, потом мы добавим текст. Но для начала нужно их как-то расположить. Ориентируясь на правила 3-3, мы их располагаем вот таким образом. И если посмотреть в режиме просмотра, опять же, направляющих не видно, а лошадки все на месте стоят очень ровненько и красиво. Нижняя направляющая горизонтальная обозначает точку соединения воды и берега. Верхняя, ну, как бы, пересекает верхнюю границу, где у нас горы. Там идеального попадания, конечно, никогда не будет. Ну, вот еще простой практически пример, как это правило 3-3 может использоваться в презентациях. Дальше уже говорить ничего не буду. Там все видно глазами. Посмотрите, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok